В городах и районах Коми продолжаются конференции Коми-народа. Они стартовали еще в сентябре. Жители поднимают самые насущные вопросы, что их волнует, и подводят итоги того, что сделано за год. На встречах всегда присутствуют местные власти и представители министерств и ведомств. А потому всегда есть обратная связь. Анастасия Тюрнина расскажет больше. Конференция Коми-народа – это не просто встреча активистов Коми-Войтер. Это обсуждение самых острых проблем на местах. Общественное движение сегодня представляет интересы тех, кто владеет Коми-языком, и тех, кто поддерживает, продвигает Коми-культуру и традиции. На встречах много говорят и о том, что волнует жители прямо сейчас. К примеру, когда отремонтируют школу, ФАП, дорогу или проведут воду. В этом году у нас проходят отчетно-выборные конференции. У нас выбирают на каждой конференции. В представительство людей, в президиум, исполком, делегатов. Сейчас выберут делегатов на съезд. Может быть, на съезд придут новые люди, а может, их будет большинство. Молодые. Мы ждем, чтобы пришли молодые и начали работать. Активисты приходят на встречи не только с проблемами. У каждого всегда есть предложение, как улучшить жизнь на селе. К примеру, нынешняя конференция в Троицко-Печорске была посвящена развитию туризма. Уже есть положительный опыт местных предпринимателей. Но необходима поддержка на муниципальном и региональном уровнях. Власти готовы помочь. Варианты рассматриваются сразу же во время встреч. Чиновники различных уровней всегда принимают участие в работе. А потому жители всегда знают, что могут высказаться напрямую. Работа у Коми-Войтер плотно связана с властью. Они постоянно приходят к нам в президиум, в исполком, зовы министров. Часто представители правительства приходят. Мы взаимосвязаны. И это так всегда. Видимся в госсовете. И нет такого, что мы порознем. Мы и правительство, и депутаты. Мы работаем сообща. Все депутаты нам помогают. И на Коми-конференциях. Они с нами. Они знают, что мы живем в Коми-республике. И мы вместе должны развивать Коми-язык. Власти республики всегда слышат активистов. Все вопросы, что звучат на площадках, берутся в работу. Решить все и сразу невозможно. Но есть постоянное взаимодействие между чиновниками и общественниками. Кроме этого, в работе всегда есть поддержка депутатов с мест. В этом году в Коми впервые отметили День Коми-языка и письменности. Это результат совместной работы. Праздник Коми-письменности был установлен еще в 1992 году. А Дня Коми-языка не было. Общественности и активисты выступили за новый праздник. Глава поддержал инициативу межрегионального общественного движения Коми-войтер. И теперь, начиная с этого года, День Коми-языка и письменности будет отмечаться каждое третье воскресенье мая. Анастасия Тюрина, Татьяна Супрядкина, Дмитрий Булаев, телеканал Юрган.